Международный форум двигателестроения 2018 года Международный форум двигателестроения 2018 года проходит под знаком десятилетия Объединенной двигателестроительной корпорации Входит в Ростех Мероприятие состоялось в Москве на площадке ВДНХ Центральное место форума занимает экспозиция ОДК Здесь представлены все основные направления работы корпорации От двигателей для боевой авиации До газотурбинных установок промышленного назначения Если говорить о тех образцах техники Которые здесь представлены Это двигатель РД-33МК Это двигатель для легкого фронтового истребителя МиГ-29, МиГ-35 В том числе для палубного Это двигатель с большим ресурсом И с повышенной тягой По сравнению с его предыдущим поколением Двигателя РД-33МК Также здесь представлены двигатели ТВ-7117 Представлен двигатель самолетный СТ и СТ-01 Это гражданская и военная версия И вертолетный двигатель ТВ-7117В Ну и конечно здесь представлен двигатель ВК-2500 Его последняя версия ВК-2500ПС По военной версии ВК-2500П Мы в этом году планируем выйти на государственное испытание данного двигателя И на 100% уверены, что с этой задачей справимся На экспозиции также представлен базовый турбовентиляторный двигатель Для гражданского самолета МС-21 Практически на всех двигателях, которые выпускает сейчас ОДК Применяется наша система управления Где-то полностью все системы наши Где-то частично мы в кооперации с другими Система управления Это сейчас для современного двигателя Это фактически критическая технология Нет современной системы управления Не будет современного двигателя Мы сейчас активно Вот только что прошло совещание Обсуждаем будущую систему управления Для будущего двигателя ПД-35 Новая уникальная система На новых принципах С новыми подходами Только так можно создавать новые двигатели В рамках 10-летнего юбилея Объединенной двигателетной корпорации Мы представили на стенде ракетной техники Жидкостной ракетный двигатель НК-33 Почему его представили? По одной простой причине Именно в этот временной период Десятилетия Этот двигатель НК-33 Обрел второе дыхание И получил жизнь В 2013 году был осуществлен первый запуск Российской ракеты-носителя легкого класса Союз-2.1В В 2013, 2015, 2017 и 30 марта С Плесецкой был в интересах национальной безопасности Этой ракеты-носителя Был осуществлен запуск военного спутника Одномоментно в этот же день Был осуществлен пробованный пуск Сарматы Второй пуск Особое место в экспозиции занимает Морской газотурбинный двигатель М-70 ФРУ Рыбинского ОДК «Сатурн» Результат создания российской базы Морского газотурбостроения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова